с добрым утром все еще утро мне сегодня к 11 вот такая не у ванли вакт забыла по-русски у ванли то есть неожиданная смена с 11 часов до 16 вчера был один выходной и все-таки одного выходного после трех на ногах который простоял это конечно это мало я полдня вообще никакущая была я выпила такое количество кофе с разнообразными наполнителями она не знает я даже не знаю до двух то точно я ползала хотя встала 8 утра ползала 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 что-то и спала и не спала и кофе вроде казалось бы должно помочь не может вечеру немножечко расходилась и уже спать надо вот в общем но с 11 до 16 это самый такой пик очень много ездят туда-сюда лето все еще каникулы лето все еще отпуска такая сезонная у нас работа когда закончится но я думаю что так это август наверно еще август в таком темпе будет а уже в сентябре будут какие-то другие изменения или может нет даже не такие это середины августа уже начинаются детишки идут в школу и учебное заведение поэтому до смена должна поменяться ну не знаю ждем но мне одного выходного очень мало вообще никакой вообще я только воскресенье вернулась домой вроде бы это самое отдыха а нет какой там отдыхал я не знаю почему-то совсем не мамозгов аж поехала в этот на ярмарку да думаю чушь мне так все больно добыло уже легла легла спать ноги гудят все время я говорю оксана выпей ножку оно даст мышцам немножко расслабления но уже когда доползешь на второй этаж лег в кровать уже вставать совсем не хочется совсем за пять часов сегодняшней смены было народу как за субботу так и так потому что не вы еду вы еду вы еду вы еду в общем народу несмотря вроде как и спокойно но все куда-то едут и пусть едут нам же надо на чем-то что-то кушать зарплатку платить домой муж сегодня смылся по своим делам значит что я могу не готовить кушать сегодня 29.90 дешево клубника 64 блин конечно красивая и уже норвежская какая-то интересная каша гранола думбля первый раз такое вижу это ну сухой завтрак водой или молоком залить можно но вот такого я еще не видела фазер фазер гранола 69.90 вот что какая интересная книжечка бесплатные рецепты вот что можно сделать с шоколадом надо будет взять посмотрим посмотрим дома 99 за хризантемы огромный такой куст бордовые белые вот вот у меня все еще жаба душит очень красивый какая-то засада нету дезодоранта который я раньше пользовалась он называется стереон кризис с дезодорантами зараза тошно вот вот такие эти самые роликовые есть но я роликовые они и так до одного места не обычно я пользовалась вот такого типа но не дав а стерила но это трагедия однако не знаю то ли мне то ли не мне короче не знаю в общем купила такой вот дезодорант доктор гореев ну вообще это норвежская это самая фирма они очень хорошая у них косметика но я же давно была в городе и давно все смотрю присматриваю эти самые дезики в общем какая-то засада я вам хочу сказать дорогие товарищи вот этот стоил 39.90 обычно я пользуюсь этими сейчас так громко что это самое прям трактор 39.90 он рулон такой ну пахнет ничего так пахнет но я честно говоря не очень люблю вот эти все эти что-то не пойми что я когда-то покупала просто такой дезодорант с этим он дорогая антиперспирант с стальком он очень хорошо работает и так далее и тому подобное пахнет ну пахнет на безрыбье и рак рыба вот последнее время я все время хожу высматриваю мои любимые дезодоранты это рексона у нас он на постсоветском пространстве называется рексона а здесь он называется забыла но не суть важно и я уже несколько месяцев хожу нигде не нахожу ничего подобного раньше продавался этот везде то есть он был обычный там какой-то огуречный и какой же он еще был и какой-то розовый такой розовенький был и я его покупала все время потом значит был момент когда оно продавалось в огромных количествах в магазине нормал стоило дешевле но сейчас этого дезодоранта нигде нету прям какой-то кризис а тут я уже это самое у меня оставалось немножечко и я сегодня утром мазнула он такой этот самый крепенький как вот крепкое такое мыло или что-то так не знаю консистенция как называется не помню я мазнула он выпал у меня еще один есть я мазнула и второе выпало зараза я хорошо что я их не выкинула так просто поставил думаю на всякий пожарный я сначала куплю а потом это ну что-то короче поехали посмотрим по магазинам все равно я это сейчас еще но бюн-приз я заходила у них давно нету поехали еще посмотрим в этот самый вкуп вспомнила как называется заразы заразы масса циклисты стерилан называется вот ну и здесь такой же набор вот этот рулон все они рулоны а нормального нету засада однако вот есть такой мужской и все зашла зашла в бюн-приз ну в общем-то не нашла я других дезодорантов но но все равно зашла не зря увидела нахи котлеты за 124 вот закинул в морозилку все же подешевле кило килограмм шестьдесят сто двадцать четыре за пятьдесят девятьдесят восемь после жид пригодится в любом случае всегда лучше купить что-то на грани чем за целую полную цену как говорится и тут остапа понесло вообще я хочу сказать я до этого хотела сказать и сейчас хочу и буду еще много раз хотеть сказать но смысл в чем раньше у нас в Дрангидале был магазин с косметикой где ты мог зайти купить все что тебе нужно я не знаю стрелочки подвести тенюшечки тушь какой-нибудь какие-нибудь там господи как его называют всякие причиндалы для для лица ну то есть в данном случае я женщина рабочая работающая уже пошла вчера у меня был один выходной я просто хотела побыть дома если было бы два выходных и более я бы конечно смоталась в город но сейчас вот как бы вот такая засада и получается что в Дрангидале по сути дела если вот закончилась косметика вот вот ты остаешься абсолютно с абсолютной проблемой потому что где купить необходимые вещи для тебя вот я значит была в спаре я была в бюнприсе дезодоранта того которого мне нужно нету но мне кажется что они по-моему остановили производство потому что уже несколько месяцев я хожу вот в поисках этого моего дезодоранта и нигде я их не нахожу сейчас они почему-то начали делать этот рулон этот кругляшок который крутится но мне он не нравится я не люблю вот это ну короче эту консистенцию я не люблю такое ощущение что там ну короче не буду я это мои мысли на эту тему но смысл в том что в дронге далее по сути дела нету такого магазина в который бы ты зашел и купил какую-то косметику там шампуня мыло вот вот эти дезодорантики какие-то непонятные что там еще это практически все сейчас единственное как бы и вот не так буквально не так давно появилась в спаре небольшой такой выносной шоксельдер это называется картонная такая коробка в которой торчат какие-то какие-то туши я на них посмотрела стоят они конечно дороже чем в обычном магазине ну то есть косметическом магазине я успею думаю приходится думать что надо ехать в город и покупать несколько вещей как говорится про запас энное количество времени тому назад я ездила искала себе карандаши для глаз я нашла у меня их как бы достаточно то есть я могу уже еще может быть не знаю может быть ну много много месяцев не покупать этого всего так вот приехала я в кубок экстра вот но сейчас становится вопрос что с дезодорантами это же какая-то засада это и 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 соответствия но этот маленький у нас побольше были те елунки алюмини этот спать как же он называется эмалированные представляете закона захотелось купить develop 2021 лет и кanz так не год та же самая полочка практически то же самое Единственное, это тоже роллон за 12,90. Все роллоны доф-далвы. Вот это я вообще не люблю. Он такой отвратительный на этот самый. Ну вот разве что. Вот такой они как-то... Раньше они выпускали вот такую форму. 67,80. Твою дивизию. Ну возьму два. На всякий пожарный. Тут еще есть гарния. 24. Какие-то крема. Мужское что-нибудь. Тоже стерилан. За 66. В общем, надо с собаками искать дезодоранты. Мне так кажется. Может, в городе продается. Но у нас засада. Знаешь что, дружочек, я, наверное, тебя тоже заберу. Мало ли, может, вообще остановились в продаже. И еще раз привет. В общем, купила я три этих самых, три штуки. Столь 50... Нет, не 50. 67,80. Обалдеть. И купила вот это, мельтер. Это замороженное... Ой, как же называется... Замбала... Морожко. Морожко. Самое дешевое я хотела купить в спаре. Там было 199. 199. А здесь она стоила дайвух памяти 59,90. То есть, если что, кому нужно сейчас купить в магазине, закинуть в морозилку, к Рождеству сделать крем с мельтера будет просто сказочно дешево. 59. Ну, короче, 60 крон. Ловим момент. 225 грамм. Очень вкусно. Как делаете? Взбиваете крем, то есть сливки. Взбиваете сливки, чтобы они стояли. И потом туда вмешиваете вот, значит, вот эту морожку замороженную. Креммольте называется по-норвежски. Это очень-очень вкусно. Если кто не пробовал эту морожку, она очень похожа по вкусу на облепиху. Вот почему-то. Но облепиха, она растет на вкус... Как... Кустарник. Господи, думала, кто-то там это врезался куда-то. В общем, как кустарник, а это просто вот такой как бы растенец небольшой с ягодками. Северные ягодки. очень вкусно. Так что взбивайте крем, добавляете туда эту морожку, все это перемешивайте. Вкусно! До дурения! Северные ягодки. 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 Северные ягодки.